Это вторая попытка в этой комнате прикоснуться к теме собственности. Первая попытка прошла месяц примерно назад. Что-то мы поняли, что-то недоговорили. И в новом составе попробуем все-таки прорваться немножко глубже. У меня просьба к участникам относиться к тому, что, как говорят предыдущие выступающие, с согласием или не согласием, но чтобы у нас это было общей беседой. Чтобы это было похоже на круглый стол. Ну, как-то. Не получится. У нас беседа. Круглый стол это... А, вот, беседа. У нас беседа. Задаст бы тональность Тарас, а потом дальше все в абсолютно свободном порядке. В той же тональности или... В любой. У тебя получится в той же тональности? Или в атоне? Ну, я могу попробовать. Попробуй. Будет интересно потом посмотреть. Много и серьезно работая по вопросам, особенно когда мы начали работать с нашей институцией, мы очень много сталкивались с вопросами, те, что принято называть термином на сегодняшний день собственность. На культурное наследие, на национальное достояние, на природные ресурсы. Сталкиваясь с этими вопросами, параллельно с этим всплыло достаточно несколько в нескольких местах по миру дискуссии, которые рядом с термином не над, не сверху, а рядом с термином собственность положили термин благо. В частности, это происходит сейчас в Великобритании, когда обсуждается о растворивании энергоненосителей и энергоресурсов в рамках политической уже дискуссии либористской партии. И стал вопрос. Современные модели организации социального общежития в основном построены на той или иной трактовке собственности, скажем так, приписыванию собственности тому или иного места в организации социального общежития. Вопрос звучит следующим образом. Возможно ли другая форма организации социального общежития, не основанная на собственность? И второй вопрос звучит следующим образом. Есть ли возможна такая форма, как могут сосуществовать организованности на собственности и на несобственности? Я тут сознательно делаю список несобственности открытым, потому что кроме блага могут размассоваться другие варианты, и я надеюсь, что сегодня за столом они прозвучат. Вот это базовые вопросы, ну и естественно разбираться для того, чтобы более четко разобраться с нашим современным пониманием. Обращаю внимание, я не хотел бы, чтобы мы пользовались, скажем так, ну вот я, когда мы всем этим занимались, сделал такую для себя лично подборку, порядка 25-30 определений, что такое собственность и как ее можно толковать. Я хотел бы, чтобы мы для себя в языке этого круглого стола определили, что мы называем собственностью, и дальше вот по тем вопросам, о которых мы говорили. Вот это постановка и задачка, которая побудила созыву этого стола. И добро пожаловать! Ну я скажу два слова, я тут меньше всех в этом разбираюсь, но из моих интуиций, как человек, работающий с текстами, собственность – это то, что нельзя отчудить, то, что принадлежит тебе неизменно. Можно уничтожить там твою память или еще, но это твое, это собственное, это собственность. А есть владение. Владение – это то, что тебе дано в ответственное управление. Ты властитель, владыка, ты владеешь этим. И совсем другое, в другой идеологии, в другом, когда мы рассматриваем товарные отношения. Вот мне кажется, что у нас произошло отождествление собственности с товаром, а вот эти первичные значения, которые в культуре существуют, вот это про собственное, приватное, про владение, владыка, о том, что это Бог вручил тебе или землю, или что-то для того, чтобы ты продолжал ее облагораживать или еще что-то. У нас все превратилось в томар, как то, что можно безраздельно и абсолютно манипулировать, вплоть до уничтожения и так самое. И в этом смысле второй тезис – все, что имеет собственное имя, то, что имеет вот эту собственность, не подлежит, с моей точки зрения, перевода в категорию товара. Это тоже для меня очень важные такие развлечения. Но ты сейчас выступаешь против того понимания собственности, которая сейчас доминирует. Да, против того понимания для меня оно отождествилось с товарным, собственность в товарно-денежных отношениях, а не собственность в этической, философской или в природной парадигме. Ну, я сделаю маленький эскиз, посвящая его своей студенческой молодости. В начале 40-х годов 19-го столетия, студенческая молодость, 180 лет назад, на Фридрихштрассе в Берлине собирался кружок вокруг Брунобауэра, и они 4 года дискутировали преимущественно о собственности. Из этого кружка вышла масса идей, которые, собственно, стали составлять костяк представлений о собственности. В 44-м году выходит книга Макса Штирнера, который посещал этот кружок, участвовал, он 41-го года в этом кружке, участвовал в кружке, по названиям единственной или его, и его в разных периодах достояния в современных периодах собственности. В 44-м году Макс пишет рукописи, которые не публиковались, и публикованных было гораздо позже, но, тем не менее, именно в них мы находим отзывки этих дискуссий, и именно там делается постановка вопроса о собственности, об отчуждении, о том, что такое коммунистское преодоление этого отчуждения. Маркс приходит, в отличие от Штирнера, который говорит, что есть я, и я это центральное представление, и собственность я настолько важна, что я есть я, поскольку я присвоил сам себя, присвоил свои желания, и что в этом смысле свободы недостаточно, потому что мало не иметь того, что я не хочу, нужно еще и иметь то, что я хочу. и только наличие у меня собственной делает меня мной. Это как бы, и Маркс так считал, это как бы предел отчужденного представления о собственности, где собственность – это центральная категория я, где она выше свободы. Маркс в рукописях 44-го года, они еще называются ранние рукописи, потому что есть еще рукописи без существований, он говорит о том, ну в немецкие дела он просто, они в двоем ценностях, указывают на жесткие несогласия с концепцией Штирнера, а там он просто развивает свой концепт. сейчас мы вот всю историю понятия, не думая, что стоит, все как-то более-менее представляют себе. Да. Давай мысль. Приходит он к тому, что это и частное нужно представить общество. С чем мы сталкиваемся на протяжении 20-го века, базовая мысль, о невозможности обобществии. Первое, что оказывается, мы не можем обобществить все те вещи, которые производит государство и его особый институт. Например, мы не можем обобществить финансы. Деньги, да, финансы нет. То есть я, вот как я, я не могу выпустить опцион. Я не могу дать персональный кредит, во всяком случае, в нынешней системе. Я не могу зафиксировать свой финансовый капитал, никак иначе не жарить, через государство, через банк. И то через банк, поскольку оно поддерживает государство. Я очень в узких рамках могу отстоять интеллектуальную собственность. Без государства вообще не могу. То есть это представление натолкнулось на ряд непреодолимых препятствий. Если мы идем внутри представления о собственности, то просто представление, что вместо частного мы вводим общественную, оказывается, что мы не можем обобществить, как бы ни хотели. И вот эти моменты, ну, кстати, вот как с Китаем, который воровал интеллектуальную собственность, у них же были частные беседы, им говорят, ну что же вы воруете, вы компакт-диски воруете, технологии воруете, и все. А китайцы им отвечают, ну, давайте считать. Порох, бумага, стремена, компас. А давайте вы нам заплатите за все, тем более, что везде в ваших википедиях написано, что это мы изобрели. А давайте вы нам заплатите положенное за это время процент на нашу библиотерную собственность. И, как бы, мы вступаем на уровень того, что когда мы говорим о благе, мы не можем говорить о пользе. Вот собственность это про пользу. И мы сейчас противоречим тому, что говорит Африкат, сейчас прошу все-таки удерживать это. У тебя принципиально другая точка для нее. Для меня собственность это про благо, а все остальное точно про пользу. В классическом постановке вопроса 19 века и даже 20 века собственность это про пользу. Когда вы говорите про благо, вы должны отходить от собственности. Благо неприсваиваемо в принципе. Благом нельзя обладать в принципе. Я сказал, что оно неотчуждаемо, ты говоришь неприсваиваемо, это разное. Смотрите, вот Марс утверждал, что прежде всего собственность это там, где есть всегда элемент отчуждения. Если вы нечто присвоили, оно присвоило вас. Ну это Марк. Да. Я сказал другое. Ну так я же говорю, что меня так учили. И я начал с этого свою беседу, что меня так учили. Я вам излагаю классический концерт, который я по большому счету разделяю. Но говорю, он ограничен. То есть есть вещи, которые даже на общественном уровне неприсваиваемы. И поэтому возникает вопрос, это мы уже перешли к благу, когда об обществе. Или пока остается собственность, мы не можем сделать из этого благ. И вот моя позиция, которую я пока провожу вот на этом уровне. Путь пользы и путь благ различны. Не смешиваются и не пересекаются. Пока мы остаемся в пределах представления собственности. Мы не можем присваивать благо ни в каком виде. Некоторые вещи по своей... Надо присваивать благо? Не можем. Не можем. А хотелось бы? Ну у Штирнера он же присваивает все. То есть он присваивает весь мир только потому он я. Это по Штирнеру. Маркс разрывает это. Говорит, нет вас, вы включены в общество, индивид человек общественный, поэтому если мы обобществуем, то и ты что-то получишь. Ну как бы это логика Маркса. Но оказывается, что внутри концепта собственности даже она не срабатывает, потому что есть вещи собственности не подлежащие. Как все как все помнят, в первой части трактат Лока правление у нас двухчастистый. Вторую обычно первую обычно людям не показывают. Читать практически невозможно. Но тем не менее это длительный, скучный, нудный теологический спор с третиразрядным теологом. Но понятно, что он для Лока был крайне важен. Он в первой части доказывает, что цари, самодержавцы, ну те, кто перво, суверенные, не являются наследниками Адама в том смысле, что они не обладают полнотой власти над территорией и главное людьми и их собственностью. Вот это важнейший момент. Они не являются наследниками Адама. И на самом деле о чем он говорит? О том, что мы продолжаем верить в Бога, мы все люди религиозные, но государство мы устраиваем по своему пониманию людскому, не нарушая тем самым священного писания, потому что священным писанием нам не предполагается, как это все сделать. Собственно говоря, мы, так сказать, как я вижу, продолжаем тот же спор на том же, ну, сегодня мы доказываем о том, что собственность не является вечной, постоянной и вообще, наверное, не носит, возможно, не носит даже объективистского характера, потому что то, о чем говорили в 19-м, 20-м веке, все равно это в рамках, я понимаю, что это, задним числом, понимаете, ленинского определения материи. Ну, вот есть нечто дающееся нам в ощущениях. Копируется, фотографируется, да, 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 и то есть, и вот, когда мы, все споры на самом деле о том, а как разделить нечто на то, что копируется, фотографируется, нами ощущается, и то, что нами не ощущается, но все равно с нашей точки зрения существует, причем существует не как предмет веры, а как предмет, ну, нашего реального мира. Это нынешняя, вот это, вот это наша нынешняя дискуссия. И понятно, что вот наш спор о собственности, ну, ваш спор, я к нему присоединюсь. Еще, еще спор от такого, они еще не начали. Тема о собственности, это такая же спор, как в первом части трактата Лока, вернее, первый трактат, о том, в какой степени, ну, вечным является закон Божий, и распространяется он уже на новые, такие переходные между феодальными, ну, поздний феодализм, развитие уже новых, так сказать, форм, так сказать, правления, о конституционализме заговорили, об ограничении власти. То же самое здесь, ведь на самом деле, это, так сказать, общественный договор, это слом абсолютизма. Дискуссия, которую вы ведете, это слом, даже в самых либеральных государствах, понятие, что частное собственность священно и неприкосновенно. Несвященно и прикосновенно. А теперь, а теперь вместо... Не просто частное собственность, а вообще собственность. Ну, хорошо, я согласен, тут это, я не теолог, я согласен. Хорошо, любая собственность. И так же, как тогда, вроде бы, ну, не отказываясь от религии, это все были там, тот же лог, ну, ну, демонстрировали, Гобс Ваапсель, лишний раз подтверждал свою религиозность, потому что, так это, к нему возникли вопросы по поводу его общественного договора, он говорил, что мы верим, но, грубо говоря, никто из них почему-то не додумался привести простейшее богу богово кесарю кесарю. И тут мы попадаем в такую же ситуацию, только в новом, извините за выражение, парадигмальном переходе, ну, как хотите, называйте там, от какой эпохи, какой можно по-разному. А теперь правило, правило, по которой, если частная собственность не священа, если собственность не священа и прикосновена, а теперь правило пользования ею. И вот тут возникает прямая аналогия. Если общественный договор, это очень приятно, примитивизируя. Правило пользования всеми государством, ну, и, соответственно, государство как соответственно, а не только с сувереном. Собственно говоря, возвращаемся к первой части. Суверены, императоры, князья не являются наследниками Адамоста. И тут то же самое, новая собственность не является продолжением той собственности, мы ее не выводим, которая получилась из общей благодаря твоему труду, как пишет Лок, благодаря грабежу, как утверждали там Прудон и, собственно говоря, и Марксу в какой-то степени. А мы, возможно, вообще переворачиваем эту страницу и вообще не заморачиваемся этим вопросом. И теперь рассуждаем о том, как этим, вот новый, если это можно назвать общественным договором, новая эпоха, это, наверное, будет иначе. А как мы теперь все вместе пользуемся собственностью, как бывшей частной, так и бывшей государственной. Вот так я понимаю рамку нашей дискуссии. Я перед собой два слова к тому, что сказал Дима. В прошлый раз в этом обсуждении участвовал Андрей Старовой, кто не знает, это великий учитель восточных единоборств, признанный Китаем. он сказал, что собственность не хороша, не плоха и она обретает свои качества только в контексте того смысла, в который она погружена. Это к тому, что ты говоришь. И ее границы определяются смыслом, который мы ей придаем. И надо обсуждать смысл, к которому ты служишь и в котором ты пребываешь, а не саму собственность, как она есть, как ты говоришь, в сегодняшнем представлении натурализированное представление. И это тоже представление? Да. Все, это я просто процитировал из прошлого раза. Важный момент, на который я хотел бы обратить внимание и которому, больше которому, чтобы мы уделили в нашем разговоре, не о содержании, скажем так, такого термина, как собственность, не о его наполнении, не о балансе общего и частного, не о допущении события, события, Сергей Аркадьевич, события разных организованностей, часть из которых имеет в основе свои понимания собственности, в том числе и частные, и неприкосновенности, поскольку иначе, если мы, как сделали в свое время Маркс, начиная с Прудона, и с утопистов, и так далее, и так далее, и Лог тоже, хотя основал свою дискуссию на богословии, и по большому счету теологическом споре, они предлагали одну модельку отношения, как бы там ни было, общественный договор, это одна модель отношений, определенно зафиксированная, и не имеющего срока давности. То, о чем мы говорим об усложнении мира, и о том, что процессы, которые происходят сейчас, мономодельный мир больше существовать не может, и стоит вопрос не о том, каким будет следующий мономодельный мир, а как мир будет существовать в полимодельном залоге. И здесь вопрос, как можно соотноситься с теми, да, мы все четко знаем определение, что такое собственность, и по классике, в разных вариациях, как можно соотноситься с той громадой, айкуменной, как угодно это назовите, которая признает собственность, и которая построена на других принципах. Как этим можно, и можно ли этим управлять? Как это должно быть организовано, и сорганизовано, и так далее, и так далее. Вот об этом, потому что если мы... И хотя бы наметить возможность других принципов, кроме тех, которые... Ну, уже сегодня звучало несколько раз благо, вот, и развлечения, которые в том числе Сережа и Африканович жестко поставили, то есть благо и собственность, как две противоположности связанные, и так далее, и так далее. То есть, я не хочу, чтобы наш разговор свелся к тому, чье определение собственности, наполнение смысла собственности, вернее, всех верных. Я все-таки хочу вывести это в поле залог. И вот это вот была основная мысль, которой я хотел бы, чтобы мы посвятили свое время. Михаил, пожалуйста. Олег, спасибо за приглашение, интересный разговор начинается. Я бы, наверное, начал с того, что такие понятия, как собственность или имущество, сейчас использую термин раньше было владение, это, в общем-то, продукты социального воображения или воображаемого. Благо — это то, что есть. А вот доступ к благу контролируется при помощи определенных идеологем или вот этих воображаемых структур, и тогда мы будем говорить либо о собственности, частной собственности, правах, правовой и политической системе, которая гарантирует тот или иной доступ к ней, или имущество, когда больше используется насилие, грубо говоря. И в современной политэкономии, вот этой второй волны, различается общество, где доминирует право или общество, где доминирует насилие. И происходит обмен в какой-то момент в современных обществах, насилие меняется на право. Когда Тарас задает вопрос о том, как устроить вот такую, как возможно многоукладность и сложность, то речь должна касаться, как обустроить такое политическое воображаемое, которое бы допускало это многообразие, эту сложность и совмещало бы и частную собственность, и имущество, и некие иные, может быть, новые формы доступа к благам. Почему воображаемое обязательно политическое? Ну, социальное, я договорился. Политическое воображаемое это когда иерархия выстраивается. Эта группа или это сословие получает доступ свободный к благу, а другое нет. Но социальное это более такое зонтичное понимание. И вот на сегодня если попытаться убрать это воображаемое, посмотреть реалистически на, скажем, Украину, то это очень многоукладная страна. У нас есть рабство, у нас есть феодальные отношения, у нас есть капитализм первичного накопления, ну и существуют даже и кооперативы, анархические сообщества. То есть есть вот эта многоукладность. Однако в правовом поле она игнорируется или усложнена. В социальном воображении она не приветствуется, вытесняется, не проговаривается. По всей видимости вот мой ответ на базовый вопрос Стараса это как раз работа с проговариванием этим воображаемым. и когда мы говорим о воображаемом это не значит что оно нереально. Есть то что присутствует и есть воображаемое которое предопределяет наше с вами поведение и таким образом социальная реальность меняется. Она существует уже под воздействием этого воображаемого. У меня по ходу только уточняющий вопрос. Вы сказали в отношении блага что оно есть. Это благо как вы представляете и есть нечто объективно положенное. Совершенно верно. Чистая вода чистый воздух медицинская услуга и когда вот и Владимир Африканович это раз говорили о растворивании в какой-то момент благо как чистая вода или медицинская услуга превращается в товар. Но оно превращается именно в воображаемом. Здесь я фиксирую что для вас благо это то что есть а не то что мы представляем или договорились о том что оно есть и оно есть объективно. Я просто пока уточнил этот момент. Пожалуйста Африканович. Я дополняю те два слова которые я тогда забыл сказать. С моей неправильной точки зрения благо всегда даруется. Никакого доступа к нему нет. К нему можно открыться. И оно не зависит в этом смысле от социального места и так далее. И поэтому оно благо. К пользе надо получать доступ. Африканович возможно ты имел благодать. Благодати точно нельзя. А я благо отождествляю в данном случае. Благодать ты отождествляешь. А не с материальными благами. Да уже благами. С таким удалением. Я бы жестко я бы не действовал к Африкановичу я поставил по жесткому. В моем представлении что благо может быть социальным. И скорее всего бывает социальным. И очень часто мы говорим о социальном благах. Но есть не социальное благо. Например вера Бог открытие новые мысли которые тебя посвящают изобретения это не социальное любое иное вот почему так сложно если я сделал открытие мне говорят чувачок это наше что это наше я прорвался в план сущности я оттуда вам в клюбике принес а говорите не 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 это ты сделал потому что тебя мама родила мы научили ты живешь как бы в квартире и вот потому ты ну если я потому так что же вам другие это в клюбике не принесли вот для меня это неприемлемо я не считаю что социум производит благо потому что он мне предоставил условия я считаю что прорыв трансцендентный как условия блага не является заслугой социума потому социум никакого права не имеет на это вот я хотел бы жестко зафиксировать это не социальное как социальное благо существует тут я смешался но существует не социальное благо я бы еще жестче сказал что благо это представление истрас трансцендентного в отношении текущей ситуации и поскольку это представление а не вещь натуральная то она только в этой связке и может обсуждать трансцендентного и социального в этом смысле это размах моего воображения хочешь воображать только через социальные формы бога ради а что если я не воображаю через социальные формы что со мной делать будете я не воображаю через социальные формы, и добывая вам блага из воображения не социального, а оно реально, то есть оно вплоть в жизнь входит и оказывает влияние. Но это никакое не социальное воображение. Я хотел сказать, что пока мы не напишем словарик общих понятий, никакой дискуссии. Так мы сейчас его и обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем этот словарик. Это не обсуждение. Когда каждый, когда мы продвигаем какую-то мысль, походу выясняется, что каждый какое-то понятие видит по-другому. Но мы же только его не знаем, Дима. То-то идеология этого беседы другая. Здесь мы проясняем позиции и словари. И словари, конечно же, разные. И не было бы смысла вести обсуждение, если бы у нас был один словарь. Разные позиции и палитра, многообразие позиций, словарей и установок и проявления этого многообразия. И есть задача этой говорилки. Я даже про словарь Ребожоска. Словарь – это значение. Это культурные закрепившиеся значения. Мы обсуждаем смыслы, которые значениями еще не стали и могут не станут. Словарь – это значения культурно закрепленные. Михаил, вы что-то хотите сказать? Я хочу сказать, что мы можем внутри своего круга закрепить любые. Мы являемся подмножеством. После того, как мы поговорим, выясним отношения и закрепим. с нашего круга, что мы всегда можем передоговориться. начинать с этого нельзя. Я про то, что начинать нельзя с уже укоренившегося. Дим, тогда эта позиция вообще приемлема для тебя или она в принципе? То есть это же два разных вообще методологических хода. Договориться на берегу и вместе двигаться к цели. Ну, тогда ее надо понимать, да, в качестве цели. Или бесцельная работа – увидеть картину разных позиций, словарей, языков, установок и различить пути. Если мы пользуемся разными, одно дело, когда мы точно знаем, что мы разными обозначающими пользуемся в отношении одного и того же обозначаемого, это не страшно, это разница в терминологии. Намного хуже, когда мы одними и теми же обозначающими описываем разные обозначаемые. И мы это выясняется зачастую на втором, третьем круге. Нет, мы сразу это поняли. Выясняется в дискуссии. Богатство дискуссии. За каждым таким языком установкой стоит целый мир представлений. У тебя есть целый мир представлений. Входя в этот разговор, мы еще его не знаем и не знаем, в каких отношениях он находится с другими. И у каждого из здесь сидящих есть свои миры представлений. тогда, наверное, есть смысл провести цикл дискуссий в терминах или в семантической системе каждого из двух, трех, четырех уважаемых докладчиков. Обсудить в их терминологии обсудить. мы что делаем? А мы в разных терминологиях, разные темы. Мы же не знаем друг друга. Знакомство это не значит, что мы знаем друг друга. То есть, пока для меня трудно понять, в каком семантическом поле, в каком языке ты говоришь. Сколько здесь-то мы наговорились уже вот так вот, я более-менее представляю. Михаил заявил позицию, она очень ясная и прозрачная. По крайней мере для меня. Я понимаю, как устроен мир, который он в этих нескольких фразах представил. Может быть, ошибаюсь, но мне, по крайней мере, с первого захода было более-менее понятно. Поэтому вот мы сейчас стоим на развилке и что? Как мы можем договориться о том, что мы обсуждаем, если не выстроен вот этот контур, внешний контур, зачем мы это обсуждаем? Как говорил великий сенсей. Если этот предмет не погружен в смысл, то... Или, ну, все же, как сказал бы, ответил бы ему Эйнштейн, так, а может быть, надо смысл поднять до предмета? Я могу объявить свои установки. Во-первых, вырвать интеллектуальную деятельность по преображению из социальности в этой деятельности по преображению вырванной из социальности увидеть благо, которые никак с ней не связаны, подлежат оперированию этой деятельности, отстоять право трансцендировать вне таких понятий, как собственность, ну, как бы, привязанных к социальности, к отношениям государству, к обществу. Вот, это моя установка. Вот, она прозрачна, я ее объявляю. И я точно знаю, что я не хочу с этим путем, который отстаивает как бы присвоение блага как собственность, иметь нечто общее. Вот, как говорил Тарас, раньше они пытались строить один путь. То есть, вот Лок как, он подверстывает теологию, потом говорит, а собственно, и это у него один путь. Он одно другим объясняет. А я говорю, не, дружок, это два разные пути, и они не сходятся. Я могу сказать свои основания, не объясняя там все, вернее, свою установку. Я не хочу, чтобы в товарно-денежные и властные отношения входило все то, что я считаю, имеющего разум, душу. И в этом смысле собственность у меня связана с этим. Собственность – это то, что собственное, принадлежащее себе и больше никому. Я не хочу, чтобы сегодня леса, земля, животные объявлялись собственностью. В смысле товарно-денежном. У меня такая установка. И я пытаюсь построить такой словарь, где это будет различено и понятно. Тогда, в любом случае, в любом случае, мы же видим исходную точку. Есть ситуация с собственностью, с влагами, со всем остальным, которое нас всех по той или иной степени не устраивает. Уже не устраивает определение, уже не устраивает использование, уже не устраивает юридическая практика. Ну и все. То есть куча всего. Но есть исходная точка. Так давайте, наверное, может быть, из исходной точки. Что нас не устраивает в классических определениях? Что нас не устраивает? И почему она, и главное, не только не устраивает, почему она не работает? Для меня, потому что разорена земля и перспектива нашего выживания через существующее понятие собственности становится сомнительной. И не только нашего, как человеческого рода, но всего того, что нас породило. А мне им ставят шоу-бидом и шоу-бидом. У меня вопрос. Я хотел бы начать с вопроса. У меня тогда такой вопрос. Нам надо сформулировать, какие есть представления по присвоению и отчуждению. Мне кажется, ну пока, исходя из того, что мы сказали... Почему только по присвоению и отчуждению? Почему не по использованию? Ну, наверное, да. Между этим еще присвоение, использование и отчуждение. Вот представления, и они должны быть разные. И описав это все, одни варианты, вторые, третьи, тогда можно говорить о том, что говорил Тарас, о мономодельности. На каких основаниях этот порядок присвоения и использования используется, на каких основаниях другой. Мне кажется, ответ здесь может быть. Потому что разные системы могут конкурировать между собой. Это очень важно. Могут не конкурировать. Могут не конкурировать. Могут по-другому, да. У нас же вообще этот разговор начался с простых бытовых вопросов. Ну, почти бытовых. Ну, и быта у вас. Разговор начался по поводу собственности населения. Ну, тема всем в зубах уже наградзла. Проблема оказалась в том, что действующее или доминирующее представление о собственности имеет тотальный характер. То есть, неограничительный. Вот я это имею и делаю с этим все, что захочу. Не включает представление об общем благе. Здесь мы просто расходимся с Михаилом. Которого нет, нужно это представление. Которое бы оформляло и давало смысл этой собственности. И самое главное, вот эта собственность на землю, или проблема этой собственности на землю решается элементарным, простым образом в соединении с благом, как смыслом. Введение определенных ограничений на использование этой самой тотальной собственности. Если мы заводим на рынок не собственность, а право распоряжения, ограниченное представлениями о всеобщем благе, право распоряжения участком земли или чем-нибудь там. И в ориентации на общественное благо вставим некоторые границы. Это не меняет товарно-денежных отношений, но это вводит в них смысл совершенно другой. Просто фиксация небольшая. Статья 12 и 13, я перечитал ее, Конституция, я перечитал ее. Это вообще классная ситуация. Вообще-то собственником земли есть народ, но от имени народа ее распоряжается власть. Ну давайте не нырять так предметно, я просто рассказал откуда вообще. Мы вынуждены были зайти в эту тему. И тогда одна из гипотез, она по-моему принадлежит Тарасову, что есть пара не только собственности блага, а и собственности еще добавляется понятие ответственности. Ответственность в отношении общего блага. И тогда это меняет картинку, сильно ее усложняет, требуя совершенно других социальных организаций и форм организации. Как мне показалось, когда я это услышал, дает некоторую надежду на то, что вообще в этом направлении можно двигаться и думать. Вы хотели что-то сказать? Да, если можно. Сергей вступает. Я как раз хотел продолжить. Вы сказали, что мы начали с простых вещей. В качестве простой вещи Тарас упомянул общественный договор, я так понимаю, что он здесь над нами, он здесь. То есть в конечном итоге мы говорим о новом общественном договоре. Я хотел бы в этом контексте напомнить, мне так кажется, что мы здесь должны называть фамилию не Лока с Марксом, а фамилию Леонида Даниловича Кравчука. Потому что в 90-е мы уже вступили. А у Леонида Даниловича была фамилия Кравчук. Леонида Кравчук. Потому что когда Украина стала независимой и собственность у нас была государственная, ну вспомните, каждому из нас было сказано, у вас 50 гривен, ваша доля собственностью государства 50 гривен. И каждому выдали сертификат бумажную, тупую, которую потом выкупили за какие-то там копейки те, кто понимал, что делается. В результате якорды, собственность, мы пришли в новую форму общественного договора. С этого момента, собственность, которая была всем, вот то, о чем сказал Владимир Африканович, земли, леса, недра, заводы, фабрики, которые принадлежали всем, вдруг мы Ленивока стали собственностью кого-то. И в результате этого изменения общественного договора часть людей туда вошла с очень даже хорошей собственностью, а часть людей туда вошла с 10 гривнами, которые выкупили у них сертификат. В связи с этим вопрос, вот этот общественный договор, о котором мы говорим, и те отношения, и то по те понятия, о которых мы говорим, может ли членом будущего общественного договора стать субъект договора без собственности? Или каждый входит собственностью сразу? И как вот тогда, с какой собственностью он входит в этот договор? Это понятия соединены или они существуют как бы отдельно? Отдельно участники договора, отдельно где-то понятие собственности, абстрактно. Может быть, их приземлить одно на другое? И тогда возникнет вопрос, а кому действительно принадлежит то, что никому не принадлежит? Это Бесан, реки, Днепр, речка Днепр. Кому она принадлежит? Уже принадлежат. Вот, вот. Ну это же... Это тот общественный договор, или Леонид Бакарович? Мы сталкивались с очень смешной коллизией. Смешной и очень драматичной коллизией, связанной с отношением между Киргизией и Узбекистаном. По поводу воды? Вода, говорили узбеки. Да она богом всем. И она является общей. А вот газ наш, и мы его будем продавать. Примерно так. Вот это... И это абсолютно в дипломатическом дискурсе проходило. Пророк сказал, все, что в земле, принадлежит умме. Это общество. Ну, с мусульманом, но в том числе и людям книг, и всем единобожникам принадлежит. Ну, то есть, кроме мультимодальности, о которой говорил, и как взаимодействовать в отношении собственности между различными формами, все-таки еще важно понять, внутри формы мы в этот новый общественный договор, о котором идет речь. Там собственность, понятие это будет трансформировано то, что сейчас есть, тупого, написанного в Конституции. Нет, ну, то, что в Конституции, Сережа, ну, ты знаешь, там написано, что мы являемся, кроме земли, написано, что мы являемся собственностью атмосферного воздуха. Ну, кто так? Не пространство, а воздуха. Я всегда ржу по поводу любой ветер в сторону границы и экспортно-импортная операция. Все. Где НДС? Погнали. То есть, это давай не будем смотреть, потому что это... По поводу этого фиксации, я хотел бы тогда отспорить правовой фундаментализм Миши. А если исходить из этого примера, который предложил Сергей Корсунский, то оказывается, собственность утверждается и гарантируется не правом, а волей. Право может дать, не собственность, забрать собственность. Так это то, что Миша сказал с самого начала по большому счету. Волей только те, кто валили захапать, захапали. У которых не было воли, никакое право им собственность не гарантировало. И никогда не было так, что право там что-то гарантировало. Вот когда я захапал, я волей учредил право, чтобы удержать... Не волей, а силой. Ну, силой. Это две разницы. Силой. Учредил защиту. И пока у меня есть эта сила и моя воля, собственность моя, если чья-то воля переволит... Нету спора с Михаилом. Он именно так все рассказал. Дело в том, что общественный договор от Кравчука был сложнее. Те, кто у власти, да, получают всю, так сказать, ну, собственность в целом, там, активы, бывшие советские. А граждане получают в обмен на это за бесценную возможность приватизации своего жилья. И, как вы помните, власть неоднократно продлевала на лет 10 точно дольше, чем изначально планировалось, возможность за бесценную приватизацию жилья. Просто на следующем шаге наступил момент, то есть этот общественный договор предполагал, что кроме того, что граждане получают, у них не в собственность себе жилье. А то, чего не было раньше, это как бы был такой обмен прок в апри... А, так сказать, в обмен на это граждане могут легко эту собственность владеть и содержать. Уже, так сказать, при Ющенко-Януковиче началась эта система немножко расшатываться. А после Майдана мы столкнулись с ситуацией, когда люди не могут содержать эту собственность. То есть фактически тарифы, рыночные, они не являются рыночными. Мы понимаем, что это просто из головы придуманы тарифы. Вот они разрушают, вот то да, он был грабительский, но это был общественный договор. Так сказать, когда жизнь или кошелек, это обмен жизни на кошелек. А когда отдал кошелек и тебя пристрелили, это был, в общем-то, как-то чуть-чуть обман. И тут возникает то же самое. Вот сейчас, вот последние пять лет, вот тот старый общественный договор, он не просто эрозия наступила, а в наглую говорят о том, а переселяйтесь в другие квартиры. Подождите, ребята, берите в собственность заводики поменьше. Ну, это, вы же, Борько, я тут скажу очень важный еще второй момент, извините, который тоже, он связан с собственностью. Ведь мы всегда автоматически говорим, что наши вот там эти шустрые ребята, так сказать, там, олигархи, там, чиновники, красные, это не имеет значения. Они типа стали капиталистами. Мы предполагаем, что наши олигархи являются капиталистами. А дело в том, что они владеют активами, но эти активы, если из них все вычеркнуть, все преференции, доплаты из бюджета. Капиталом не являются. Они не, вот самое важное, они не являются капиталом, они убыточны. А это значит, мы на самом деле имеем, пытаемся натянуть либеральное законодательство, как, кстати, самая хреновая натяжка, между прочим, потому что социалистическое, я, кстати, тоже, ну, оно чуть лучше соответствует, ну, не имею, или там, социал-демократическое. Мы пытаемся вообще не на ту систему натянуть. Я вле, так сказать, можно ли считать, самое смешное, когда мы начинаем оценивать наших олигархов с точки зрения эффективных собственников. Ребята, блин, да вы это, ну да. Вы собственники, но вы неэффективны. Более того, и самое важное в этой системе, опять же, дать самый последний честный этот, ответ на самый честный последний вопрос. Да не чиновники работают на олигархов, олигархи работают на чиновников. Дело в том, что наличие олигархов – это механизм для чиновников, механизмы. Перетока бюджетных общественных денег в их личная собственность. Да, надо делиться с олигархами, зачастую олигархи получают тоже немало, но, я вам хочу сказать, самое смешное, намного меньше, чем мы себе представляем. Вот, так сказать, по идее у того же Ахметова, вот Ахметов должен был собственником быть примерно 45 миллиардов. Если посчитать. А то есть посчитайте разницу, даже если у него считать, там, допустим, 6-7, кому оно все достало. Хотелось бы сказать, если бы олигархи не крысили, были бы нищие, как... Самые бедные люди в Украине – это олигархи. С точки зрения того, на самом деле, сколько они... И да, и вот что важно, и поэтому, на самом деле, у нас, собственно говоря, капитализма как такового нет, потому что добавленная или прибавочная, мы не будем спорить, два термина равна... Для нас сейчас равнозначно добавленная или прибавочная стоимость, она не создается, а изымается при контакте средств производства, ресурсов и людей. Рабочей силы или рабочего времени, опять же, мы в теории... То есть, они убавляют от этого, поэтому у нас нет ни капитала, ни капитала... Есть активы, есть олигархи, связанные... И активов нет. И активов нет. Отсутствует умение управлять. Но это... Дело в том, что актив это уже термин... Если нет прибавочной, то нет актива. Нет, ну нет капитала. Ну, я бы хотел... Да, я полностью согласен с тем, что говорил Дмитрий в конце. Единственное, я не согласен с самым главным во всей этой истории тезисом, что есть некий общественный договор. Да, это предположение, это чистая вода гипотеза. Мне кажется, что договора между властью и народом общественного, по определению этих двух сущностей не может быть. Конечно. Это симуляк. История про то, что есть некий договор, это симуляция. Она написана задним числом. Вначале устанавливается система отношений, присваивается основная собственность, определяется, по какой системе будет отчуждаться, присваиваться это само имущество, результаты труда, а потом возникает дискуссия о том, что есть какой-то общественный договор, и он начинает формироваться. От того, что мы там нарисовали конституцию какую-то там, да, она демократическая, она была переписана, есть много... Это не значит, что она описала какие-то там системы отношений. Она ничего, она не отражает реальных условий и отношений, которые были в нашем обществе. Я возвращаюсь к тому, что самое главное — это представление о том, как присваивать и использовать. А кто в итоге там... Ну, я понимаю, что очень хочется поговорить про актуальное. А я не про актуальное. Я наоборот... Тема собственности сейчас заземлена настолько, что мы потеряли верхний горизонт обсуждения. Мы потеряли горизонт обсуждения блага, собственности, смысла. И эти слова ушли сейчас из дискуссии, из обсуждения. Михаил, что-нибудь скажете? Этот вопрос в вашем изложении, в вашей интерпретации звучит так. Вопрос, который мы обсуждаем — собственность и что-то другое. Возможно ли организация общественной жизни на других основаниях, чем собственность? С вопросом, как, возможно, сложная система собственности и владения? Или мы куда-то двигаемся дальше? В вашем изложении, в вашей интерпретации звучит так. Вопрос, который мы обсуждаем — собственность. Возможно ли организация общественной жизни на других основаниях, чем собственность? Да, конечно. И она и возможна, и она и есть. Вот вы говорили, что в разговоре Дмитрия и другие коллеги отсылали к реалиям. За 2018 год, если я помню правильно, в украинских реалиях 140 тысяч человек находились в рабстве. Это не есть частная собственность. Есть насилие определенное организование, предоставляющее коммерческие сексуальные услуги. Это сборщики урожая в Одесской области. Когда смотришь от статистики, переходишь к реальным процессам, к самой материи, в которой мы живем, мы видим, насколько многообразна эта жизнь. При этом, опять же, когда всматриваешься в эту реальность, понимаешь, что политическая система работает в обслуживании этого многообразия. Я думаю, что и подозреваю, что и ваш вопрос, и вопрос Стараса имеет основу, а как построить более справедливое общество. Чтобы благодать, которая сегодня хорошо продается. Есть люди, которые имеют доступ, контролируют доступ к этой благодати, и на этом могут зарабатывать. Как сделать мир, даже в этих трансцендентных благ, более доступным, более справедливым, если нужно думать, как выстроить такие условия для жизни каждого человека, малых групп и больших групп, чтобы разные формы собственности, разный доступ к благам и к благодати позволял жить, расцветать всем цветам. И вот в этом плане, мне самому интересно, как представить это новое, нечто, как бы Сергей сказал, инновационное. В качественность была и владение, или имущество были бы, и было бы нечто иное, которое бы позволило жизнь сделать комфортнее. Украина крайне некомфортная жизнь. И мне кажется, когда мы говорим о справедливости, тут стоит вернуться к словам Дмитрия, он упомянул это ключевое слово, я все ждал, когда оно про прибавочную стоимость. Именно тут рождается неравенство, тут рождается эксплуатация. Так вот, прибавочная стоимость... В последнее время довольно много обсуждали другие формы договоров. Не только договоров на социальном уровне, это о том, общественный договор, как договор социума. Там власти, не власти, социума. Мы рассматривали и возможности договоров между разными мирами, аэкуменами, устроенным по-разному и так далее. И отсюда, вот я же смотрю оттуда, и для меня сам принцип договора важен. Для меня совершенно неприемлемо понятие о справедливости. Я могу это долго говорить и объяснять, но для меня это одно из манипулятивно страшных по своим последствиям, приводящих к монопольности понятий. Так вот, для меня важен договор не только между людьми, но, например, договор с природой. И это совершенно другой договор, в котором понятие собственности для меня преобразается. И лог, и прочее там абсолютно ни при чем. Извините, я просто в виду мерзкого характера не могу в ней удержаться. А как поступать с природой, если она не будет выполнять взятые на себя обязательства? Главное, чтобы вы выполнили. Это не договор. Договор предполагает обоюдные. Договор с природой? Вы же еще его не построили. Вы предлагаете, что договор с природой является симметричным? Не обязательно, но он двусторонний. Двусторонний. Но для этого надо понимать, с кем имеешь дело, и понять, чего оно хочет. Реализировать обязательства и их проявлять себе. Мы пока этого не делали, никто. Когда-то мы это обсуждали, я еще помню, в Пущино. А кто может говорить от имени природы? Во всяком случае будет здорово звучать. Природа – избранная нация. Ну, нет, не так. Тот, кто может проявить мудрость. Вот кто может говорить от имени природы – это вопрос принципиальный. Я тогда ссылался на Пастернака, который, с моей точки зрения, выражал природу. Потом есть посредники. Сейчас, в связи с тем, что стали заключаться, признавать правосубъектность природные объекты, там, реки, горы и так далее, от них говорят представители их. Опекуны. Опекуны. А природа, а если мы выполним все условия, природа должна будет миссию прислать или нет? Это как это захватывает? Вот как выполнить, так сразу и появится. Так уже присылала. Уже столько раз присылала, извините. Авансом. Присылала. Ну, это ж надо еще понять. Я же говорю авансом. А вы всех распяли присланных или кто-то еще бегает? По-разному. Кого убили, кого распяли. Кого еще. По-разному. Я вам расскажу о социомыслительном эксперименте, который произвели фантастик. Ну, я читатель фантастических романов, фантазийных, включая мистика, магическую фантазию, научную фантастику, социальную фантастику. Когда впервые начали писать о создаваемых виртуальных мирах, оказалось, что там работают два. Две активности, которые обеспечивают тебе присутствие и определенное развитие. Первая активность — это воображение. Чем более мощное твое воображение, тем более мощные виртуальные средства, субстраты, условия, ситуации ты создаешь. Второй момент — это воля. Даже создал виртуальные ресурсы, средства, субстраты и так далее, ты должен обладать волей для экспансии. И тогда мир виртуальный управляется всего лишь двумя этими измерениями. То есть волей и воображением. Но как только люди, приходящие туда, не знакомы с этим правилами, говорят, что, знаете, как-то сложно чувствовать это. А давайте мы соединим два мира, актуальный и виртуальный, и начнем виртуальные ресурсы, делать их стоимость в актуальности. То есть оценим виртуальные ресурсы в деньгах актуального мира. Ямальское соглашение 78-го. Только это туда проникает, в виртуальном мире появляется собственность, появляется рабство, появляется право, появляется вся вот эта мута-тень, которая характерна для актуального мира. Отсюда вывод, что если вы убираете вот это все актуальное нанесное, может быть чистое воображение плюс воля, которое не требует никакой собственности. Которое может даже претендовать на представление трансцендентное, которое может ставить вопрос о божественной воле, или о амбиции воображения до божественного уровня. И это все возможно, если ты отрываешься от актуальности. То есть если путь актуальный и путь виртуальный разошлись, и между собой не имеют никаких перемычек. Но как только ты создал перемычку, все, виртуальному миру конец. Хочу сделать несколько, с одной стороны фиксации, а с другой стороны продолжить. На данный момент наш разговор свелся демонополизацией термина собственность. Выведение из его, из исключительного, единственного и одного из наиважнейших столпов построения социального общежития. И допущение иных, рядоположенных инструментов вместе с собственностью. Представление, почему сразу инструменты? Окей, представление. Ну при формировании, когда мы входим в социальность, там это уже инструментально начинается залог. Очень важное наблюдение, на мой взгляд, сделал Сережа. Межрекуменальное пространство виртуальное и то, что ты называешь актуальным, должно оставаться пустым местом. Как только пустое место заполняется, как мы все это неоднократно говорили, Как только пустое место заполняется, схлопывается и одно, и второе. Вопрос для меня теперь в связи с вышесказанным звучит. А формирование окремляющих отношений вокруг пустых мест, мест и удержание их. Между собственностью, между виртуальным и другими рядоположенными инструментами, которые есть. Или потенциально. То есть, чтобы удержать множественность, между ними должно быть пустое пространство. Пустые места. Пустые места. Пространство лимитров. Он говорит пустые места, потому что лимитров, понимаешь, в лимитрове есть столкновение. Это не переходы, это окремленные пустые мезотопосы. Точнее, мезоморфисы. Да, мезоморфисы. Точнее, так было бы сказано. Я хотел вам задать вопрос. Имея в виду то, что сказал Африканыч в отношении его отношения к собственности, Вы могли бы переформулировать постановку задачи без слова «справедливость»? Нет, не могу. Я как раз бы это хотел услышать. Если, вот зачем, да, вопрос прагматический. Зачем? Постановка вопроса, который вы сформулировали, базируется на понятии «справедливость». И вне него невозможно. Нет, нет, у меня вопрос был такой, что у меня была догадка, что вы спрашиваете о том, как построить вот такой многоукладный, многомодельный мир с разными формами собственности и несобственности и иного. Для чего-то. Я могу понять, там, для справедливости. Если нет, то для чего? Проинтерпретировать, да? Мы часто сталкиваемся или задаем себе вопрос, вот это нам не нравится, а если не так, то как? Один способ – не так, да, и тогда его надо положить. Второй способ – не так. Если не на основании собственности, то как? Оно может быть не лучше и не хуже того, что есть, но мы хотя бы увидим, что это не приговор. Собственность не является приговором. И мы пока не можем вырваться из этого представления и не можем ответить на вопрос, иначе вообще возможно или нет. Вот в нашей дискуссии мы все время, так или иначе, говорим, слово собственность и от нее отталкиваемся. А может ли быть другой принцип организации, другие основания, иные, не для того, чтобы достичь какой-то цели, а для того, чтобы хотя бы открыть дверь из той клетки, в которой мы находимся? Еще не начиная движение к одному, второму или третьему. Я услышал, да, этот ответ понятен. Я вот из математики сделаю, а потом, ну, нет, ближе. А вот человек, который привык работать с окружностью, и все описывает кругами и окружностями, для него эллипс – это будет какая-то вырожденная окружность, хотя на самом деле наоборот, окружность – это вырожденная. Частный случай. Частный случай. Даже, можно сказать, вырожденная. А он с удивлением узнает, что родственники ближайшей окружности Нуиэльуса – это парабола и гипербола. Потому что все это возникает в результате пересечения плоскостью конуса. Или там двух конусов. Конические – это все конические сечения. И вот мы, собственно говоря, что такое, когда мы говорим про конические истины? Оно порождает семейство кривых. Ну три, а мы можем, я окружно, туда четыре. Плюс вырожденные варианты. И то же самое, когда мы говорим, что вот какой-то, наверное, я, может быть, сейчас неправильно употреблю приставку мета, потому что я не философ, я привык, что мета-головоломка это головоломка о головоломке, но мета-задача, поэтому, может быть. Но речь, наверное, идет о мета-договоре общественном. Договор о том, как должны выглядеть договоры. Мета-собственность. Договор о том, в каких рамках должна определяться собственность. И мета-справедливость. То есть она предполагает набор вариантов справедливости, соответствующий, наверное, мета-договоров, одному из договоров, вот в это, то, что здесь был поднят вопрос о поле модельности, ну это вот то же самое. Но это же набор моделей в неком одном спектре. Пусть они так же, как эллипс или окружность отличаются от гиперболы и параболы. Это одно семейство, на самом деле, причем ближайшие родственники. Но нам кажется, особенностью человека, не инженерного, кажется, что вообще что-то разное. И вот, может быть, таким образом мы, как бы, выходя на уровень о том, что есть некий тип модели, есть некий тип договоров, тип собственности, тип справедливостей, которые нас устраивают. Мы только, Дим, одно с одним уточнением. Все, все тактики решите. Выходя в мета-уровень, придется в слова. И уже это не мета-собственность, поскольку это ни о чем не говорит. Да, а вообще-то не может быть ни мета-собственности, ни мета-док... Да, да. То есть тогда придется... Мысль понятная. Юра, идя снизу-вверх, ну извините, я не философ. Идя снизу-вверх, мы вынуждены использовать существующую терминологию. А выходя вверх, мы, может быть, таким словом это назовем, что все охренеют. Это в любом случае, это не мета, это уже меза. И это важнее, чем мета. Я могу развернуть. Потому что иначе мета мы выстраиваем. Я хотел бы отфиксировать то, что говорит Дима. Это сильное указание пути нашей дискуссии. Преодоление и словарности, и актуальности, которая связана с этой актуальностью. Словарность. И выход в другой язык, и в другое понимание. На мой взгляд, это очень продуктивное предложение. И по большому счету, то, что ты ему предложил, это кластеризация, коммунистическая кластеризация через мета. То есть через подобные, где присутствуют в разных трактовках, ты можешь получить мета. Но я все равно хочу удержать эту верхнюю самую задачку. Говорить на уровне меза. Меж. Там, где его вообще нету. Там, где собственность вообще, как терминологически, в организации общежития не участвует в принципе. Вот так как я говорю, есть конические сечения, пересечения плоскости с конусом. На этом уровне нет, они появляются в плоскости. Ну, для кого-то, в каких-то группированиях, как вы говорили. Там оно может учиться, и там нет. Мы в своей конституции вообще обошли вопрос собственности. То есть только есть статья «Земля», там мы немножко обозначили, что вообще с этим, наше предложение, что с ним делать. Природа есть, да. Но хотя там статья 2, вся конституция вызнает наступные права засадничимы на властность. Одно слово прозвучало, и никаким образом, но мы более того, мы даже обошли этот вопрос, когда мы вопрос политии, вот эти все 4 доски тоже обошли. Я вам просто не означает ли это, что нам надо вернуться и на более высоком уровне, на уровне политии, и потом что-то, что-то и институцию добавить, что касается собственности, блага. Разговор втягивайте, контекст, который нашим коллегам неизвестен и непонятен, вы перечисляете. Ну я просто да. То, что мы договаривались, это для другого разговора. Ну то есть это мы уже останемся вдвоем, не вдвоем, а втягивайте. Не вопрос, тогда да. Каким-то образом этот разговор потом будет материализовываться? То ли, то ли из институции, то ли в политии, да. И то, что Дима Старасов сейчас начали открывать вот эти вот дверцы, мета, меза, изменения словарей, вот это вроде бы и может быть хорошей тематизацией для следующих разговоров. Понятно, что, как мы часто здесь любим шутить, вчера писал про любовь, полностью закрыл тему. Понятно, что в течение короткого, там полутора-двухчасового разговора мы это не закроем. Но, по крайней мере, в результате сегодняшнего разговора мы хоть знаем, где вообще потенциально могут быть двери продолжения этого разговора. Я попытаюсь ответить на вопрос, возможно ли без представления о справедливости. И я попытаюсь построить свое рассуждение между Штирнером и Кантом. Есть Я. Чтобы мне быть мной, я должен присвоить самого себя. Если я не присвоиваю самого себя, у меня нет самотождественности. В то время, как я присваиваю Я, я обнаруживаю, что есть условия, которым я противостою. И они могут поддерживать мое Я или каким-то образом забирать или разрушать мое. Стало быть, чтобы они поддерживали меня, я должен присвоить эти внешние условия. Эти внешние условия я представляю как объективный мир. Поэтому я могу дотянуться к ними через собственность и начать присваиваться. Кант, имея в виду христианское положение, пытаясь построить закон, говорит, поступай так, чтобы максимум твоей воли, чтобы принцип твоей воли был безусловным законом. Что говорит Кант? Перестань мыслить себя, как Я, который я присваиваю. Стань на позицию общую. Перестань присваивать. И тогда присвоение будет всем. Это тот принцип справедливости, которым пытался сказать Миша, что в рамках объектных отношений возможно только справедливость, которая компенсирует определение собственности Я. Можно ли выйти на мета-уровень, как это предлагает Дима и Тарас? Можно. Если мы отказываемся изначально из того, что мы присваиваем только внешний объективный мир. Как только мы переходим эту границу, мы присваиваем не только внешний объективный мир. И наши установки, наши устремления, они не в условии объективного мира, не в тварность, а не другое, теряется необходимость справедливости. Потому что в трансценденции нет Я. Мир туда входит безымянный, без Я. Появляется? А? Исправедливости нет. Вот этот момент, отказ от имени, отказ от Я, означает отказ от собственности. Ты не готов отказаться от имени, от Я, не готов сделать это трансцендентное просу, или преображение. Ты от собственности отрешиться не можешь никак. В этом смысле справедливость преодолевается вместе с собственностью. А они друг друга стоят. У нас этот фокус уже сделан. Мы, у нас в наших размышлениях, то, что в социуме делается за счет понятия справедливость, делается за счет представления о порядках и гармониях. И в балансах. Гармония для нас, установка на гармонию, заменяет то, что в социуме есть установка на справедливость. Михаил, у вас слово гармония может устроить, как заменить слово? Да, не коробит. Ну, конечно, коробит. И отказ от индивидуальности коробит. Я стою на принципах аутентичности человеческой жизни. Это понятно. Поэтому здесь и возникает вопрос, а зачем? Хорошо, поставлю вопрос иначе. Миша, а ты готов предположить, что есть такой мир, или, как говорит Тарас, такая айкумена, где иначе? Конечно. А, ну вот. И допустите рядоположенность со своим. Да, конечно. Все. Тогда мы как раз и выходим на вопросы кластеризации через мета. И на вопросы... Ну не кластеризации, а айкуменинизации. Нет, а айкуменистических кластеров, где возможность... А, и мезоморфиса между ними. Совершенно верно. Все, на этот момент. Выдохлись. Нет, не выдохлись, а открыли дверь к следующему... Циклу. ...к следующей встрече. Мы можем договариваться потом о следующей встрече и иметь в виду четкую и ясную позицию Михаила, связанную с актуальностью, реальностью происходящего и постановкой вопроса из этого представления. Позиции, которые намечают путь, ненавижу это слово, в метаплан, которые требуют смены оснований от социальности через трансцендентность. И позиции Сергея, которые намечают вообще... Или вводят в наше обсуждение термин преображения. Это уже как бы достаточно ясные и четко оформленные позиции в нашем разговоре. Ну есть еще наши там внутренние дела, мы их обсудим, это наши внутренние. Ну вот, по-моему, три фокуса этого круглого стола, это очень неплохой результат для первой встречи. Меня сейчас заботит только один вопрос. Продолжение надо разворачивать в этой же компании или приглашать и других участников? Приглашать других. А ты понимаешь, то, что мы сегодня сделали... Мы им разошлем, покажем. Как? Кто это будет? Как? Нельзя показать. Как? Как? Людям нельзя. Хочешь поучаствовать? Посмотри. То есть, вхождение каждого нового участника, это большая проблема. Конечно. Поэтому у меня предложение тогда сильно ограничить расширение круга участников и попробовать в этой компании продвинуться дальше. Нет, Юрь, но я бы оставил занятыми и больным возможность присоединиться, то есть Арестовичу и Баумайстеру. Ну, хорошо, мы вот как бы... И это тот максимум, который мы можем... Ну, скажи так, я беру на себя, если надо, я им видео перешну, то как бы... Если заходят, то... Ты скажешь своими простыми словами. Ну так, в двух словах перескажу круглый стол. Напоем. Напоем. Сергей, напоем. Напоем. Тогда всем спасибо. Все свободны. Вроде было увлекательно. Счастливо.